Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Расстались с молодым человеком по моей инициации, в отношениях были неурядицы, по моему мнению. В свою очередь он был со мной на протяжении довольно трудного и депрессивного этапа в моей жизни. Единственный человек, благодаря которому я стал оттойким, являюсь на сегодняшний день. Решила в один день, в один момент, что он только друг. Однако, исходя из своего жизненного опыта, мне ни разу не было так спокойно и тепло, словно я дома. Преанализировав ситуацию в дальнейшем, я поняла важную вещь, что постоянно убегают проблемы, не касаясь этой личной жизни, получения образования и отношений с близкими. Спустя полгода мы увидели, что мои инициативы с целью вернуть ему его вещи. Странный человек, я наблюдала все тоже обходить на снимание и заботу. Предложил вместе в компании встретить Новый Год с отчаянной настерностью, после праздника моим предложением стал возобновить отношения. Он отказался сначала, назвав только причины нашего расставания, точнее, своей недостатки. Однако далее стояли две встречи, на которых он то и дело радостно вспоминал сюжеты нашего времяпровождения. Я разложил все по полочкам, почему я так поступила, моя депрессия бегать не от проблем. Да и в целом, как жизнь заставила за эти полгода проработать свои минусы. Он мямлил и оправдывался, что тоже был один. Видел, что есть потенциальная девушка влюблен, однако она сейчас не хочет отношений, но он верит в лучшее. Так детально описывал в течение прогулки, что трудно было усомниться. Я требовал ответа, не люблю быть третьим. Он долго думал и не знал, что ответить. Мой вопрос конечный. У тебя остались ко мне чувства? Рассказал, что скорее всего уже нет. На праздник позвал изведливость, я не верила и не верила. Только фраз позыва была, зачем он со мной встречался. В общем-то градусно с такими величайшими подробностями рассказывал обо мне о наших воспоминаниях, зачем так щедро в кафе водил. Неужели так трудно было сразу сказать напрямую, потому что только с моей подачи он о своей ненаглядной высказал. Собственно, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем вопрос, касающийся другого человека. И автоматически этот вопрос лежит вне нашей компетенции. Потому что мы не обсуждаем третьих лиц. Мы не говорим о третьих лиц. Но мы говорим о вас. И если мы говорим о вас, то первое, что бросается в глаза, это то, что вы боитесь близости. Эмоциональной близости. Вы боитесь сближаться. Еще. Еще. Вы боитесь ответственности. Вы боитесь ответственности за свои решения. Вы боитесь полагаться на себя. Потому что вы говорите о том, что благодаря человеку вы стали вот ну только вы являетесь. Ну вы не можете стать благодаря кому-то только вы являетесь. вы стали кем-то благодаря самой себе. Не благодаря кому-то. Это такой очень на мой взгляд важный момент, на который очень хочется обратить ваше внимание. Нельзя стать кем-то благодаря кому-то. Можно стать кем-то благодаря себе. И здесь очень важный такой момент. А отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что вы стали такой вот какая вы есть благодаря себе, а не кому-то. почему вы снимаете как бы с себя ответственность за таким вы стать. Вот вы говорите, что бежите от сложностей, бежите от проблем, бежите от получения образования и так далее. Почему? Почему такое бегство происходит? Мне кажется, что это бегство происходит благодаря тому, что вам страшно замечать своё отношение к тому, что вас окружает. вам страшно замечать, что вы как-то можете вот, знаете, ну, реагировать на то, что вас окружает. окружает. И отсюда появляется вот это самое чувство депрессии, которое вы описываете. Отсюда появляется вот это самое подавлено. Подавлено. Отсюда появляется потребность в том, чтобы от человека уйти, потому что вы начинаете бояться, что он вас как бы бросит. вы начинаете бояться из-за того, что он с вами ну, не будет на постоянной основе. вам как-то вот страшно становится. А на себя полагаться вы не можете. И я бы на самом деле с точки зрения психологии предложил бы вам поработать как-то именно в этом направлении больше. Именно поработать в направлении того, чтобы развивать вот эту вот уверенность, ну, даже не уверенность, а доверие себе, контакт с собой, а что вы говорите я требовала от него ответа. Знаете, штука вся в том, что требуя ответа, вы на мой взгляд демонстрируете только лишь ну вот свою такую несостоятельность, свою несамостоятельность вы демонстрируете. я не думаю, что это то, чего хотите вы, и не думаю, что это то, чего вы ну, вообще говоря, заслуживаете как-то, я не думаю, что это то, чего вы достойны. То есть, я думаю, что достойны вы все-таки больше. Но пока что вы себе вот, ну, вы себе пока что вот не доверяете. Вот, пока что вы себе не доверяете, и пока что вы относитесь к себе ну, весьма, весьма, я бы сказал, ну, посредственно, что ли. и вот это является ключевым, ключевым, наверное, моментом, который нужно корректировать. Вот вы говорите, что ну, вот, что я за этот год, да, вот, какие-то проблемы проработала. А как, простите, простите, вот, как вы проработали это? Как вы это, как вы это, ну, вот, как вы это сделали? Как и что конкретно вы проработали, непонятно. понимаете, да? И, на мой взгляд, на это вам нужно обратить свое такое вот пристальное внимание. вы сейчас, ну, вы сейчас центрируетесь, как бы, на человеке, сейчас, вот, пытаетесь человека как-то, вот, ну, понять. А ведь вы не очень хорошо понимаете, в этом смысле в себя. Вот. И мне кажется, что отсюда все ваши сложности, ну, берут начало. Отсюда все ваши трудности, как бы, идут. Я, конечно, не знаю, будете ли вы прислушиваться ко мне, будете ли вы, ну, как-то вот анализировать то, что я говорю, будете ли вы соотносить вот то, что я говорю, да, вот, ну, как бы, с тем, как вы на это реагируете. Этого я ничего знать не могу. но мне кажется, что в этом направлении вам нужно двигаться. Собственно говоря, собственно говоря, вот, то, что вы так пытаетесь сейчас понять человека, да, то, что вы пытаетесь понять, человека, то, что вы, то, что вы, вот, ну, спрашиваете нас о том, о том, собственно, ну, вот, почему он так себя вел, как так получилось, и чего он хотел, и так далее. Ну, вот, это ведь тоже, по большому счету, такое, вот, ну, проявление недоверия к себе. Потому, что вы говорите, я не верю. Вам человек говорит, как обстоят дела для него, а вы говорите, ну, я не верю, вот, я не верю ему. А, как бы, с чем связано, вот, то, что, то, что, ну, то, что вы ему не верите, а связано это с тем, что, если вы поверите, то, реальность будет другой уже. Реальность будет не такой, какой вы хотите ее видеть. И, на мой взгляд, вы этого боитесь. Вот. Отсюда и ваша, вот, попытка такая, такая, заметить, вот, что же все-таки, с человеком происходит. Отсюда ваши попытки узнать, вот, ну, как бы вы, ну, вы вообще какая, да, там, третьего, и так далее. то есть, ну, я бы, констатировал, вы здесь, то, что, вот, эти, полгода, о которых вы говорите, ваши проблемы не проработали. Вам это, точнее, вероятнее всего, только кажется. Вы говорите о депрессии, тоже не совсем, понятно, да, то есть, вот, депрессия, это что, то есть, ну, если у вас диагноз, ну, соответствующий, потому, потому что депрессия этого, ну, вообще-то, это диагноз, это болезнь, которую нужно лечить. Вот. Пока что, пока что это непонятно, пока что, вот, все остается так. Непонятно и то, чего вы хотите от психолога, да, то есть, ну, хотите, чтобы просто вам, вот, объяснили, почему человек уйдет в себя определенным образом, вас это объяснение не удовлетворит. Ну, то есть, в смысле того, что оно будет либо соответствовать вашей картинке, картинке, ну, картинке того, что вы видите, либо нет. Все. То есть, по сути, вы сейчас, на данный момент, задаете свой вопрос, да, и спрашиваете, как бы, нас, потому что вы, опять же, не опираетесь на себя, вам, как бы, человек говорит, говорит, да, вот, говорит прямо, что вот, ну, вот так, вот так. Вы находите аргументы в пользу того, что это, вот, ну, так быть не может. понимаете? И если вы и в ответах специалистов найдете подтверждение тому, что, ну, что вы думаете сами, если вы в ответах специалистов найдете это, вы просто укрепитесь и укрепитесь в этом, и вам покажется, что возможно, ну, что нельзя так плохо, но это будут ожидания, понимаете? Это будут ожидания. Ожидания обычно заканчиваются разочарованиями, если человек не умеет сталкиваться с разочарованием, то вообще-то ему, мягко говоря, довольно болезненно приходится себя чувствовать. А не оживлять вы не можете. Почему? Спрашивается. почему вы не можете не ожидать. А потому что ожидания рождаются только тогда, когда человек перекладывает то, чего он хочет, то, что он чувствует, на других людей. Законо вам это? Я думаю, что да. следующий важный момент. Ни в коем случае не для того, чтобы вас убедить, ни в коем случае не для того, чтобы вас как-то, ну вот, в чем слабом, переубеждать, но для того, чтобы просто вы могли бы лучше себя понять. вот когда вы сказали, что в определенный момент я поняла, что он друг. Как вы это поняли? Ну, в смысле, как вы поняли, что человек вам друг? Решили? Вы говорите, что вы решили? Что он у нас друг? Вот как вы это решили? На основании чего вы это решили? Попробуйте увидеть, те основания, на которых вы решили, что молодой человек вам теперь просто друг являются логическими? или они больше чувственные? Я вам немножечко открою секрет и скажу, что то, что вы написали решило, говорит про логику, не про чувства. Чувства там, скорее всего, были другие, но вы их проигнорировали. Вы собственно и молодому человеку сказали, что лучше извини, не извини, но вообще я вижу тебя только как друга и все. Вряд ли вы говорили ему о своих чувствах. Как мне кажется. И последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Последний, но достаточно вас. Вот это ощущение, которое вы описываете, вы говорите, что мне ни разу не было так спокойно, тепло, словно я дома. Вам для этого ощущения нужен человек другой. Самый себя так не чувствует. Почему что? Ну, вот не ощущаю себя самым. Так. И, собственно, вам этого хочется, ну, этого хочется любому человеку. Вам этого хочется. Вам этого хочется, но вот иначе как через другого этого не достичь. Вот вы и тянете к мужчине. Вот. Понимаете, да? То есть сейчас вы идете навстречу мужчине, там вы хотите почувствовать себя дома. Но правда в том, что дома вы себя можете почувствовать только сам. Без какого-то такого страха, что этот дом у вас однажды одним. Мужчина может уйти, люди могут менять, могут выбирать не вас. А ваше ощущение того, что вы дома будет может быть у вас и только только ваш. Но чтобы это было, как раз-таки нужно заняться собой. И сделать это лучше всего с помощью психолога. Вот. Вот только непонятно из вашего текста, который вы хотите ли вы. этого. Это непонятно. К сожалению. Так что задайте себе пожалуйста этот вопрос. Спросите у себя пожалуйста. Я над собой заработать. Готовый. терапией заниматься собираюсь или нет. Потому что если нет, то тем более все вопросы, которые вы задаете не имеют никакого смысла. ответа если да, то они являются как бы как бы такой знаете вводной частью. вводной частью для того, чтобы вы увидели свои трудности. Я вот не знаю готовы ли вы к этому сейчас, но очень надеюсь на то, что готовы. потому что если нет, если вы не готовы, то в таком случае я боюсь, что мой ответ, как и ответы других людей, является бессмыслным. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. желаю вам всего самого доброго и удачи.